От баночки для гуаши до больших контейнеров. На этом предприятии под Витебском, кажется, научились выпускать любую тару. За 15 лет на рынке пластмассовых изделий не один миллиард ведер отправился на экспорт. 90% продукции продают за рубеж. В непростых экономических условиях здесь останавливали производство всего на три дня. И только для того, чтобы коллектив отдохнул в новогодние праздники. За последние годы на предприятии провели масштабную модернизацию. Сегодня на линии трудятся уже 9 станков роботов. Ставку делают не только на устоявшиеся бизнес-контакты у ближайших соседей. Высокое качество продукции востребовано во многих странах мира. У нас есть сайты, у нас есть дилеры везде. То есть дилеры предлагают нашу продукцию. Продукция наша всегда высочайшего качества. Делаем все в срок, вовремя. И поэтому предприятие идет вперед, развивается. К нам все идут и просят, просят. Пронайте, пожалуйста, нам свою продукцию. За 2015 год предприятия Витебской области отгрузили продукции почти на 2 миллиарда долларов. В списках партнеров 77 стран. Сухое молоко, изделия из дерева, ветеринарные препараты в лидерах продаж. Доля новых рынков в общем торговом объеме за два года расширилась вдвое. Наши предприятия движутся в правильном направлении. Сигналом для нас является объем экспорта, который составил 11,1 миллионов долларов в стоимостном выражении. Если мы говорим о новых и перспективных рынках, это такие рынки, как Сингапур, Таиланд, Камерун. Выход на новые рынки позволяет наращивать и объемы производства. Так, Витебская компания вложила средства в строительство современного завода в Шумилино. Новые линии – это около 40 новых рабочих мест. А рейнсер прежний, только экспортные поставки. Чистенькое должно быть, никаких краплений не должно быть, посторонних. Все осветленное, все красивое должно быть. Мы делаем для Прибалтики, делаем для России, для Казахстана. За одни сутки предприятия производят более 90 тысяч изделий. Станки работают без выходных. Но чтобы выполнить новые заказы иностранных партнеров, нужно расширяться. После установки линии здесь откроется еще один цех и новые рабочие места. Олег Шапель, Олег Горюнов. Наши новости. Витебская область.